Самую главную роль здесь выполняет растение, главный художник здесь – природа. Мы только придумываем грамотную, красивую композицию. Ботанический барельеф или отпечаток живых растений в интерьере. Художник создает декор, в котором объединила два любимых дела – скульптуру и цветы. Оказалось, что они вместе хорошо сочетаются. Осваиваю уже почти год. Начиная с каких-то самых простых вещей, то есть это были просто листья, как называют, ладонь листа. Начиная с этого и уже потихонечку усложняла, добавляла какие-то новые сюжеты. Здесь могут присутствовать не только цветы, могут присутствовать и фрукты, и овощи. Для создания объемного изображения первым делом мастерица подготавливает холст из гончарной глины. Поверх него кладет композицию. Елизавета считает, что лучше сочетать садовые цветы с садовыми травами, а лесные с полевыми, чтобы они не спорили друг с другом. Лучше всего использовать разные растения по фактуре, по объему. Тогда барельеф смотрится очень разнообразно и богато. То есть мы используем какие-то воздушные растения, игольчатые, допустим. Составляя композицию, на передний план выкладывают объемные растения, а на второй план листья обратной стороной. Она более фактурная. Когда сюжет на холсте готов, его аккуратно погружают в глину. Использую скалочку. Это такой финишный этап погружения растений. Они еще больше туда погружаются. Тоже стараться нужно не перекручивать растения, чтобы они естественным образом погружались в глину. Самый кропотливый момент – погруженные цветы вынимают из глины, начиная с тех, которые находятся на втором плане. Оставшиеся элементы можно убрать с помощью пинцета или оставить для того, чтобы таким образом оживить барельеф. Потихоньку. Таким образом. Форму от растений нужно залить гипсом. Через 20 минут застывший барельеф можно доставать из глины и очистить. Готовым полотном украшают интерьер. Елизавета же ставит их в собственной мастерской, которую открыла недавно. Потому что этот процесс очень пыльный, грязный. Несмотря на то, что результат такой изящный и красивый, этому предшествует очень много пыльной и грязной работы. Позже Елизавете Лоскутовой пришла идея преподавать, и она стала проводить мастер-классы для детей и взрослых. Желающих стало так много, что в будущем художник-декоратор планирует расширять студию и искать новые направления творчества. Продолжение следует...